Давайте сначала начнем разматывать клубок. В этот момент мне пришла в голову идея. Вот она наша ниша. За три месяца мы сделали выручку миллион в месяц. После чего там люди такие, вау, да, надо покупать. Мы прям четко говорили людям боли, их запрос. Друзья, всем привет! Наконец-то вы смотрите еще один для себя долгожданный выпуск. Ну, для нас, впрочем, тоже. Меня зовут Федор Спиридонов. Меня зовут Илья Терновой. И, кстати говоря, у нас сегодня будет продюсер Дмитрий Сергунин, который является мастером спорта по танцам. Он свою тренерскую деятельность ловко перенес в онлайн-бизнес. Сегодня он расскажет очень интересную историю о том, как взаимодействовать с экспертом и как правильно с ним нужно попрощаться. Очень интересный кейс, как извлечь выгоду даже из негативного опыта. Давайте смотреть от начала до конца, тем более в конце вас, как всегда, ждут приятные бонусы. И если после просмотра этого выпуска вы захотите тоже открыть свою онлайн-школу, то подписывайтесь на бесплатный мастер-класс. Ну, а мы пойдем уже общаться с Дмитрием. Let's go! Дмитрий, добрый день! Добрый. Рады вас видеть. Мне очень нравятся ваши носки, сразу скажу. Да, я фанат вот тоже всяких таких интересностей. Да, я люблю разные интересные носочки. Давайте сначала начнем разматывать клубок с истории. Чем вы занимались до этого периода, как вы 9 месяцев уже в онлайн-образовании как продюсер? Да, ну, началось все, конечно, не с онлайн-бизнеса. То есть, как раньше это называлось инфобизнес, от момента его зарождения я был таким пассивным наблюдателем этого процесса. Все смотрел, слушал, ничего не делал, потому что занимался своей спортивной карьерой. Я мастер спорта России и тренер, судья, в общем, у меня такое… Легкоатлетика? Нет, танцевальный спорт. И то, чем я могу гордиться, это отработка всех шагов в организации мероприятий таким образом, чтобы делать большой ивент силами двух-трех человек. То есть, реально в команде есть три человека, включая меня, которые готовят такое мероприятие и проводят. С этим, собственно, я и оказался в онлайн-образовании. То есть, со своим опытом в оффлайн-бизнесах я в какой-то момент времени понял, что в тренерской работе я достиг всего, чего я хотел. И повторяться мне не очень хочется, да, то есть, я вырастил двукратных чемпионов России, вырастил вице-чемпионов мира. Вот, я решил, что надо двигаться дальше и, наконец-то, заняться онлайн-образованием. В этот момент как раз акселератор образовался, и Сережа с Димой набирали первый поток. И я как-то списался с Димой, и он говорит, заходи. И я понял, что... А вы были знакомы как-то? Ну, были знакомы, да, по предпринимательской какой-то тусовке. Регулярно, там, с какой-то периодичностью встречались. Вот. И я для себя как-то сразу воспринял эту историю как, ну, в общем, как суть акселератора, да. То есть, я понимал, что у меня дофига всяких знаний, вот, дофига какого-то вот пассивного материала. Но я ничего не делаю, и, наконец-то, наверное, мне нужна среда, которая меня там потащит что-то делать. На тот момент мне было непонятно, какую нишу брать, вот. Но я всегда понимаю так, что вот что-то приходит в мою жизнь, надо брать. Ну, так и получилось, да. Мой астролог, с которым я консультировался на тот момент, он мне в какое-то момент времени сказал, слушай, я там посмотрел наше совместимость, у нас, наверное, по деньгам неплохо может получиться. Может, попробуем? А то я тут кого-то консультирую, а что-то как-то... Астрология, какая астрология? Ну, где я, где астрология? Мы там тестировали 2-3 месяца, я присматривался к продукту, не мог понять вообще, что происходит. Вот, мы что-то там пытались запустить. То есть, когда мне астролог говорил, вот это хорошая программа, сейчас мы ее давай запустим. Ну, давай запустим, пробуем, не получается. И я подумал, что неплохо было бы не конкурировать со всеми другими школами астрологии. И мы придумали такую историю, мы сказали людям, какой, собственно, в чем ваш запрос, да? Ну, то есть... А вы спросили это через социальные сети или на вебинаре? Мы спросили через социальные сети, ну, то есть мы каким-то образом уже общались с людьми, которые были последователями вот этого моего эксперта. Поняли, что у людей есть потребность научиться, ну, стартовать. После того, как они прошли уже обучение в любой из школ астрологии, у них было много затыков для того, чтобы стартовать процесс. То есть они боялись начать консультировать, они были очень неуверены в себе, они готовились... Боялись ошибиться и опугнуть аудиторию. Совершенно правильно, да, то есть, ну, как бы, астролог это человек, который выдает какую-то рекомендацию. И, там, любой плюс-минус, он может, в общем, повлиять на результат, что логично. Это ответственность на себя взваливаешь, за неудачный результат. Да, конечно. И в этот момент мне пришла в голову идея. Вот она, наша ниша, да, то есть мы отстроились от рынка таким образом, что выбрали корректное позиционирование моего эксперта. Получается, из любой школы астрологии к вам может прийти человек для того, чтобы... Да, совершенно верно. И это была сильная модель, то есть для меня это была понятная история в спорте, потому что любой ученик, любой спортсмен, привязываясь к своему тренеру, доверяя только ему. И любая информация со стороны, она как бы вот подозрительна, да. И я долго думал, как вот нивелировать вот это недоверие. И за счет того, что мы точно били в запрос аудитории, то есть мы сказали, ребята, вам нужна практика по трактовке вот этих ваших натальных карт, чтобы вы могли это делать быстрее, увереннее, давать клиентам больше пользы, чтобы постепенно повышать стоимость своих услуг и выстроить очередь из клиентов. Это был наш оффер. Вот. Все очень просто. Мы сделали группу, которую так и назвали, практика по трактовке натальных карт для начинающих астрологов. Люди стали туда подписываться, приходить, и мы просто их тренировали. Каждую неделю, раз в неделю, по четвергам мы проводили такой бесплатный вебинар, где делали разбор какой-то карты. И люди, ааа, спасибо, я три месяца учился, теперь я понимаю, какой алгоритм вообще консультации, что, зачем нужно говорить. А там примерно после месяца первого работы у нас было три показателя. Какую группу? Вконтакте. Вот, группу Вконтакте, да. Почему Вконтакте? Потому что, ну вот, мой эксперт привыкла работать Вконтакте. Я понял, что у нас нет продукта. То есть, то, что мы до этого пытались запускать, это полная фигня, людям это не нужно. Таким образом, у нас возник курс, который мы назвали 30 профессий. Это курс, в котором мы разбирали 30 профессий на протяжении двух месяцев. Самые популярные? Разные профессии, там, от спортсмена до, там, врача учились в картах видеть эти профессии на живых, на картах настоящих, там, людей или на картах популярных личностей. Вот, мы полторы недели, это было время 24 на 7, мы вот так вот это делали. Мы готовили запуск, то есть, мы прям шаг за шагом по методике акселератора, ну, то есть, по урокам акселератора брали, там, какие-то письма из рассылки акселератора, перерабатывали их на нашу тему, выстраивали цепочки до вебинарную, там, послевебинарную. Подготовили, короче говоря, этот запуск. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Качество влияет вообще на продажу? Качество влияет, но влияет в зависимости от ниши. То есть, например, в астрологии для астрологов мы специально не делали такой лакшери или барби, такой вот, да? То есть, у меня была задача правильно спозиционировать эксперта. И я считаю, что это прямо был ключевым шагом, который привел нас к результату. Позиционирование заключалось в чем? Я сказал, окей, весь рынок экспертов – это какие-то стареющие женщины, ну, или молодые девочки, или женщины, которые уже себя так чувствуют, как будто они взрослые женщины. Они так одеваются. В том числе, моя эксперт, она тоже так говорит. Тебе 30 лет, но ты выглядишь, ну, одеваешься, как будто тебе 60. Я думаю, а как дальше-то продавать? Как рынок-то развивать? Ну, ведь явно молодежь как-то должна приходить. Молодежь, ну, на это… Не хочет ассоциировать себя. Идет, конечно. Вот. И я придумал позиционирование, назвал школу современной астрологии. Сказал, теперь ты будешь современным астрологом, поэтому всю вот эту рухлить долой. Вот это позиционирование, оно получилось. То есть, первое, что мы сделали, мы сказали, что мы будем учить те, кто отучился уже астрологии, будем помогать им стартовать до денег. Ну, вот, как бы давать им опыт. Вот, мы будем выглядеть современней, чтобы более молодые люди тоже подтягивались к этой истории. Но будем им давать только то, что они просят. Вот. И за счет такого позиционирования мы добились того, что после двух продающих вебинаров мы собрали поток. Ну, во-первых, мы продали на 660, что ли, что-то такое, или 80 тысяч. Вот первый же запуск первого продукта. Сколько было человек? 660 тысяч? Ну, 680 там. Ну, да, да, да. А сколько человек было? Ну, человек было, у нас было так, значит, я помню, что конверсия была 60%. О-о-о. Из пришедших на вебинар в оплаты, первый чек мы поставили в районе что-то 5 тысяч. Из заказов в оплаты я продавал лично сам, причем я сделал, наверное, два звонка всего. Я всем писал. То есть... Все продажи были в WhatsApp. А, ну, это мессенджер все-таки, да? Ну, да. При том, что мы не подписывали людей в мессенджер, они просто по классике оставляли там свои контакты на подписной, номер телефона. Да, я просто руками всех заносил в свой телефон, чтобы писать им в WhatsApp. И, соответственно, с 80% конверсии люди оплачивали. Не оплачивали только те, кто... 60% или 80%? 60% регистрировал, ну, создавал заказ, 80% оплачивал. Не оплачивали только те, у которых не было денег вообще даже в рассрочку. Но не очень хотели просто, поэтому создавали заказ на всякий случай. Из тех денег, которые вот вы собрали после вебинара, продаж, сколько было потрачено на съемку курса? На съемку курса была потрачена оплата вебинарной комнаты и все. Ну, то есть... Вы прям там же, ну, типа... Ну, да, то есть курс мы просто ввели в вебинарной комнате, его записывали. Потом я брал видео сам. Ваймуви его открывал, вырезал там вот эти... Там, что это? Вот так вот там эксперты. Ну, когда на ходу человек импровизирует, да, там... Ну, понятно, да, да, да. Вот это мы все более-менее почищали. Получалась какая-то понятная история. Вот, первые, ну, там, несколько уроков я это сделал своими руками. Дальше я понял, что, ну, это очень много времени занимает, конечно же. Это можно делегировать. А сколько сейчас у вас стоит... Стоимость оплаты имеется в виду курса? Со следующего потока мы подняли 7 с чем-то и еще с чем-то, да. А в итоге дальше мы все следующие потоки продавали... У нас был пакет 15 тысяч, 22 тысячи, ну, там мы по цифрам подбирали. То есть чек рос, а прибыль вместе с чеком тоже росла? Да. Второй запуск мы сделали второго курса тоже на 700 с копейками. Примерно с такой же конверсией. По времени разрыв между первым потоком... Первый поток мы запустили в июне, в середине июня. Второй поток мы запустили через три недели. А, ну, то есть в меньшем месяце, да? Да. Что, ну, какими фразами там оперировала? То есть после чего там люди такие, вау, да, надо покупать. Мы прям четко говорили людям их боли, их запросы. Да, ну, как бы вот я не могу консультировать. Я заплатил там 60 тысяч за обучение в школе астрологии и не могу консультировать. Помогите мне, Андрей. Вот тебе курс, стоит 8 тысяч. Хочешь? Бери. К тому же это, ну, небольшая такая... Ну, да, при этом понятно, что мы говорили, ну, ты, там, будешь консультировать за 2 тысячи. Ты не будешь консультировать за 10 как-то более опытный. Консультируй за тысячу, за полторы, за две. Через несколько консультаций ты почувствуешь свою уверенность. К концу курса ты точно будешь консультировать уверенней, ты точно будешь консультировать дороже. Ну, то есть у людей, в принципе, было понимание, потому что они видели живую работу с ними, они видели, как меняются их знания. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью. К третьему месяцу мы разогнали, сделали курс еще для начинающих. У нас получилась выручка миллион в месяц. То есть за 3 месяца мы сделали выручку миллион в месяц. И дальше я понял, окей, надо строить бизнес, можно эту выручку повторять. Был нюанс. Мой эксперт был не готов к этим деньгам. Ей было достаточно 200 тысяч в месяц и не работать. А я не поверил в это, на старте. Она мне же сказала, я хочу там 200 тысяч. Я думаю, нет, нужен бизнес. Я не готов столько работать. И ушла в астрал. Ну, ушла в смысле, типа, я буду делать новый курс. Одна. Одна. Я буду, нет, я буду его делать, мне некогда продавать. И у нас резко снизились продажи, потому что продающих вебинаров стало сильно меньше. И было некогда. Дальше она там уехала в Азию. Там со всеми вот этими иглами. Там плохой интернет. Вот. И дальше. И я все время думаю. Я как раз в этот момент вписался в большую игру. Поставил себе финансовую цель на игру. Не мог ее не выполнить. Вот. Сделал за игру 2 миллиона выручки. Без участия практически эксперта. Без продающих активностей. Ну, то есть, активности были в формате через рассылку, акцию, там, новогоднюю распродажу черных пядец. Это вот именно старого вот этого. Да. Разных продуктов, которые мы насоздавали к тому времени. То есть, это была моя активность продюсера и активность команды, которая к тому времени уже выстроилась. После Нового года, когда она вернулась из Азии. Азия меняет людей. Мы это знаем. Мне не нужны деньги. Я понял, что я, ну, то есть, мне очень тяжело в этом партнерстве, потому что я прям эмоционально, я как-то вот напрягаюсь. Думаю, почему я так напрягаюсь? Я разобрался. Я заставлял своего эксперта работать. В этот момент закон энергии очень сильно сработал. Продажи начали сильно падать. То есть, они были за счет вот этой моей и потащил. Я поговорил с экспертом. Я говорю, слушай, у меня есть ощущение, что я тебя заставляю. Она говорит, да. Я говорю, окей, что будем делать? Она, ты еще нанял кучу людей, им надо платить зарплаты. Я говорю, конечно, эти люди, это продажи, ну, менеджер по продажам, это там торгеток. Мы должны им платить, чтобы у нас были новые клиенты, новые продажи и чтобы бизнес развивался. Нет, я не хочу им всем платить. Ну, потому что иногда я получаю меньше дивидендов, чем они получают зарплату. Я говорю, да, это нормально, мы, это риски бизнеса. Нет, давай, говорит, будем делать так. Вот как мы, с чего мы начинали? Говорит, я буду вести занятия, а ты будешь делать все сам. Я говорю, сори, мы разогнались до таких объемов, что это просто нереально. Она говорит, мне не нужен бизнес. Ну, то есть, мне не нужен, мне вот этого всего не нужно. Если ты не хочешь все делать сам, я говорю, то есть, я, чтобы на тебя работал? Она говорит, ну, в общем, да. И говорю, ну, я не готов на тебя работать, я не могу делать одновременно и стратегию, и продукты с тобой создавать, и позиционирование, и там в трех аккаунтах в соцсетях мы разгоняли, да-дам, до 80 тысяч подписчиков, да. Ну, то есть, это многоуправленческая работа, стратегическая работа. Я не могу еще ручками крутить уроки на гид-курсе или резать видео. Ну, если ты не готов, сказала она мне, давай разойдемся. Я к тому времени уже был на полном издыхании после большой игры, закрыв все цели. Я был очень уставший, я понимал, что я не хочу дальше в таком напряжении взаимодействовать. И, в принципе, я был готов разойтись. И я понимал, что у нас есть договор с экспертом партнерский, по которому все прописано. 1 марта, такая интересная дата запоминающаяся, утром в переписке мы вот это все обсуждаем. Она говорит, я не хочу платить людям зарплату, я говорю, я не могу их уволить прямо сейчас, 1 марта, и это делается заранее. Нет, все, тогда мы расходимся. Я говорю, ну, окей, расходимся, я уезжаю дальше на встречу, работать в конце дня. Я понимаю, что у меня нет доступа ни к одному нашему аккаунту, ни к подписчикам. Да, ну, то есть, она просто сменила везде пароли. Я ей звоню и говорю, а зачем ты это сделала? И я понимаю, что от страха, что я ее из бизнеса могу выкинуть, это недоверие внутреннее. Вот внутри только ее. Она решила пойти в наступление. Ази не помогла, в общем-то. Да, она решила пойти в наступление и как бы фактически выкинуть меня из бизнеса. Я говорю, ты нарушаешь договор, юридический документ наш. При этом она мне пишет, я тебе очень доверяю, хочу с тобой дружить, остаться в хороших отношениях. Я уверен, ты найдешь юридически, как правильно разойтись. Я говорю, конечно, я найду, но только верни мне доступ в аккаунты. Там и мои подписчики тоже, мы за них заплатили за год много денег. Да, 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 хорошо, 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 это длилось несколько дней, доступа до сих пор нет, прошло полтора месяца. До сих пор нет. Я говорю, подожди, но там мои карты, мои карты, то, что мое ИП, мое лицо, да, мои карты, с них списывается там реклама, я должен их открепить. Запусти меня туда, я ничего не хочу. Если мы не хотим делать бизнес вместе, окей, я не хочу, я все тебе, ну, то есть, у меня нет претензий, я просто пойду делать дальше. Можно я заберу свои карты, она говорит, я их откреплю сама, тебе на видео сниму. Ну, ладно. В общем, я понял, что когда человек говорит о кармическом менеджменте, когда человек говорит, ну, если что, мы с тобой договоримся, я очень тебя уважаю, это еще не значит, что это будет так. Потому что, когда, ну, 1 марта я потерял доступ к группам, единственное, что я оставил доступ в GetCourse, потому что там у меня не было администраторских прав, только экспертные права. То есть, GetCourse с базой, с уроками у меня остался. Все остальное нет. Вот, и там 4 марта человек мне присылает такое, какое-то письмо, ну, типа, в шаблон соглашения о расторжении, вставлены ее мысли на тему, что я ей должен это, на это у нее есть только у нее права. Все-все-все, типа, иди отсюда и в течение года там плати кураторам за то, что они доведут курсы. Если кто-то что-то будет платить, это все мое, ты мне должен там отчитываться, иначе я тебя, значит, в суд. Я не понял, куда делать кармический менеджмент и почему так произошло, потому что я не предполагал, ну, ссориться с человеком, даже ничего не хотел забирать. Ну, просто хотел отвязать свои карты. Вот, в итоге, ну, мы начали общение в юридическом поле, пришли к окончательной версии соглашения, где я постарался хотя бы свои убытки минимизировать, потому что платить кураторам за курсы, которые они доводят, но деньги, за которые я дальше не получаю, ну, это как бы, зачем мне это нужно, да, зачем мне эти убытки. Вывод такой. А остановить работу кураторов, курсов, то есть договориться, это было возможно? Ну, перед клиентом юридически я несу ответственность, потому что они мне заплатили, подписали со мной там договор, оферту и так дальше, да. Вот, и, ну, то есть я понял, как можно попасть в отношениях даже с таким эзотерическим человеком, с высоко, казалось бы, там, моральным каким-то, да, и неконфликтным, вот, и попасть даже имея соглашение. То есть теперь я понимаю, что, во-первых, соглашение должно быть более детальным, во-вторых, оно ничего не гарантирует. И, в-третьих, я понял, что, ну, как-то, это хороший опыт для меня, но дальше я буду взаимодействовать с теми экспертами, с которыми мне комфортно. Которые хотят сами, наверное, да. Которые готовы работать, это важный момент. И, кстати, кто-то сказал из опытных людей в онлайн-образовании, что эксперт должен, ну, не менее 80% своего времени тратить на проект и гореть им. Если эксперт транслирует, а транслирует, это очень понятно, он говорит, да, 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 я там сделаю, но своими действиями, телом, мимиком транслирует дискомфорт, значит, не будет этого. И не нужно туда вписываться. Если ты видишь, что не идет, не нужно мучить людей, себя и вторую сторону. Вот, поэтому сейчас я все время говорю, давай потестируем, давай сделаем запуск. Ну, то есть, для меня тест, ну, типа там, ну, как бы не закончившийся деньгами, это странный тест. Говорю, давай, продажи будут, не будут, тогда дальше решим взаимодействовать, не взаимодействовать. Если нам нравится вместе, если нам комфортно вместе, мы документально оформляем отношения, выстраиваем, прописываем стратегию. Вот, ну, то есть, что, собственно, почему я хотел этим поделиться, это важно, потому что все говорят, как много денег они заработали. Мы просто сталкивались с проблемой такой. Спасибо. Спасибо. У нас в гостях был Дмитрий Сергунин, и сейчас у нас такой бонус от Дмитрия по промокоду, который мы сейчас придумаем, Дмитрий обещает свою консультацию тому человеку, который к нему обратится. В общем, давайте придумаем промокод какой-то. Мне кажется, промокод максимум, это то, что... Промокод максимум, получаете консультацию от Дмитрия, хронометраж, консультация личная или по видеосвязи, это вы уже сами определите. Вот, пишите в Инстаграм. Можно в Инстаграм, да, в Директ, можно, ну, там, в Фейсбук, можно, в общем, я есть везде, ВК. Так что, велками, велками. Друзья, учитесь на наших ошибках, да, не совершайте своих, как можно минимизируйте их, как можно больше не совершайте их. Вот, друзья, и всем успех в бизнесе. Находите людей по духу. Очень огромный объем информации дал Дмитрий. Видимо, накипело, видимо, скопилось у него много мыслей за тот огромный период времени, сколько он занимается и следит за онлайн-образованием. Вот, и очень было интересно подробно разобрать вот этот факап, да, то есть, так можно это назвать, сотрудничество с экспертом, когда немножечко, немножечко расстроились отношения. Вот, очень правильно дал посылы, да? При этом он сегодня дал нам огромное количество полезностей, и его опыт можно смело перенимать, перекладывать на свой бизнес и развиваться, и не повторять тех ошибок, которые совершил он. Важно понимать, что здесь нужно будет погружаться и нам, и такого же человека нужно, в общем, бок о бок держать. И самое главное, что касается и его спортивной карьеры, и его тренерской карьеры, и карьеры в бизнесе, да, это системность. Делаешь шажочки небольшие, но системно, сам вникаешь, сам разбираешься, и тогда только будет результат. Да, у меня сейчас по графику, кстати, прием пищи. По фобо? По фобо. Это почему про фобо заговорил? А, Азия, да, точно. Пойдем. Продолжение следует... Продолжение следует...